Всем здравствуйте! Вы на канале Солнечный Дворик. И с вами я, Елена Бородина. Давно не делала я обзор своего хозяйства. И сегодня сделаем обзорчик. Посмотрите, какие у меня пальмы выросли. Уже осень, но у нас настоящее лето. Никак лето не отдает свою красоту осени. У нас тепло при тепло. 26 градусов. И мы наслаждаемся летними денечками. По прогнозам у нас еще неделю будет такая температура. Ну что, давайте сначала к роликам. К самым ближайшим. Здесь у нас проблемный белый сидит. Я снимала вчера видео о том, что у него шишка. Ну, кстати, осень чувствуется уже здесь. Мои кроли начали линять. Сегодня надо обжечь вам клетки. Ну, а теперь к девочкам, к мамочкам. Ты что у меня двигаешь? Воды у тебя нет? Сейчас принесу. Зачем ты вылил? Вот так вот, Лёва. Сиди теперь без воды, пока я хожу, снимаю. Вот мы с вами заглянули к сирыжке. Мои красивые дворяне вы. Не чистокровьки. Но зато такие красивые. Им уже 45 дней. И мы их будем пересаживать. Даже уже чуть больше. 45. Да, хорошие. Хорошие. О, у вас корм кончился? Ну, сейчас принесу. А по соседству у нас сидит Аська. Аська, какие у тебя хорошие кролики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Жалко, что семь. У меня вчера позвонил мой покупатель. Он брал у меня самца белого великана в апреле месяце. У него кроль умер. И он звонит, заказывает новую. Он говорит, у него прыгал, бегал. Сегодня утром проснулся, говорит. И кроля уже нет. Спрашиваю, чем же вы кормили? А он мне говорит, яблоки давал. А косточки, говорю, убирали. Нет, говорит, не убирал. А зачем? Чистопородным кроликам нельзя косточки от яблок. Там синильная кислота. А еще он его накормил капустой. Так много ему дал, он так хорошо скушал. Он говорит, проблема чистопородных кроликов в том, что им нельзя то, что можно дворянским кроликам, дворовым. Едим только комбикорм и сено. У меня в комбикорме трава, поэтому сеном я не кормлю. Не хочу запах мочи. Да мой хлорёвочка, хлорёвочка, мол. Ну что, пошлите к следующим. А тут у нас сидит Азитка со своими детёнышами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь штук у неё. Все беленькие, хорошенькие, чистенькие. Вам тоже сейчас корм насыплю, смотрю, кто скушает. Какие вы молодцы. Да, моя хорошая? С лучку только вот ты никак не идёшь. Вот видите, у нас три мамашки на сегодняшний момент сидят с детьми. Ой, нет, ещё чернышка есть. Сейчас посмотрим краем глаза и на чернышкиных детёнышей. А вот чернышка со своими беленькими. Это все её. В этот раз она сереньких ни одного не родила. Мало, конечно. Но она у нас и двенадцать, девятнадцать штук даже загубила летом. А вот видите, там дырка. Почему это дырка и что там такое, я расскажу вам завтра. А сегодня я просто вкратце показала мамашек, которые сидят с детьми. А теперь мы идём смотреть на бройлеров. Вот мы с вами пришли к самым крупным моим бройлерам. Этим бройлерам уже четыре месяца и двенадцать дней. Я им водичку свеженькую налила. Они пьют. Сейчас мы вместе с вами будем их кормить. Вчера я убирала в огороде траву и кучами им сюда таскала. Они все листочки съели, а все палки оставили. Вот я собрала грабельками их кучку. Сейчас я их буду выносить. Но я их вчера, наверное, перекормила этой листвой. У них помёд сегодня зелёного цвета. Вот такая ваша хозяйка. То помаленечку, то сразу кучу. Везде зелёный помёд. А ещё они у меня корочки дают яйца. Уже четыре яйца мне подарили. То по одному, а вчера сразу два. Одно большое было. Видно, та корочка, которая через день неслась. А одно совсем улипусенькое. Значит, кто-то первое снеслась. Пойдёмте посмотрим. Может, и там уже яйцо лежит. Я им тут гнездо импровизированное сделала. Нет, сегодня пусто. Ну, посмотрю к вечеру. Давайте зайдём к вашим соседям, которые на месяц вас помладше. Вот те большие так и не дают выйти на улицу. Вот эти. По размеру-то эти, я думаю, побольше будут. Но те хозяева положения, они старше раньше здесь появились. Вот этот трёхмесячный у нас. Ой, смотрите, какой Петя ходит. Вот какая прелесть. Вот водичку тоже я им принесла. И сейчас будем вас всех кормить. Мишанку я вам не сделала. Мишанка теперь вам только на вечер. А вот приготовила по тазику в каждом зерносмеси. Эту зерносмесь я делаю сама. Меня постоянно спрашивают. Ищите на моём канале. Как я делаю зерносмесь для бройлеров. Вот смотрите, как они поедают зерносмесь. Ничего, кушают. Давятся, едят. А то в первый день, как я им сухую зерносмесь насыпала, не делая из неё мешанку, они ходили на меня и смотрели. Мол, ты чего, хозяйка? Чего удумала? Полдня голодные ходили. Всё ждали, что я им мешанку принесу. Офигушки. Теперь и сухую кушаете. Теперь вам только вечером зерносмесь. Наелись. И довольны улеглись в тенёчек. А я вам сейчас кое-что покажу. Вернее, кое-кого. Вот видите, в кроличьей клетке у меня сидит узник. и этот придурочный петух из пристройки, куда мы сейчас с вами пойдём. Какой большой он, а ему всего два месяца и десять дней. Но и этот придурочный, тебе водичку надо налить, щипал всех, кого не лень. и петухов, и курочек за шею прям щиплет и треплет. Там был с ним дурдом целый. Вот я его взяла и вчера кинула сюда. Видите, какой у него взгляд. Злой какой. Ты злюка. Мы пошли к твоим братьям-сёстрам. А эти тоже довольные. Наелись. Разлеглись. Батюшки, у вас и кормушка пустая. И тут всё пусто. Вы всё съели? Сейчас вам всё добавлю. И воду выпили. Да какие вы у меня молодцы. Сейчас вам всё наложу. И будете спокойно отдыхать. С тем, что у вас полным-полно. А может вы лежите просто кушать хотите? Смотрите, какой петушок хорошенький. Вот. Два месяца, где-то 10 или 12 дней. 10 дней. Прелесть. Хочу кого-то здесь ещё взвесить. Чтобы не перевешивать. Отметить шейку им зелёнкой. И периодически взвешивать. Мне кажется, это самая у меня такая крупная партия получилась. Самая последняя. Ну вот и всё. Посмотрели мы с вами сегодня троликов. Посмотрели бролеров. Рассказала я, что они яйца несут, мои бролеры. На этом заканчиваю. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. С вами была Елена Бородина. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...